Присоединяйтесь! А тем временем, Кирилл, между прочим, мастер спорта России, теперь уже двукратный чемпион мира, серебряный призер десятых всемирных игр в Ротславе в 2017 году, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата и первенства мира, серебряный призер чемпионата и первенства Европы, победитель и многократный призер этапов Кука Мира. Я ничего не забыла? Многократный призер чемпионатов России. Я правильно понимаю, это спортивная аэробика, это что-то вроде как группа поддержки, когда выступали, нет? Ну да, скорее. На матчах спортивных. Не совсем это, другой спорт. Давайте расскажите нам о видах того, чем вы занимаетесь. Вы победили в дисциплинах аэродэнс и аэростеп, правильно? Вот, степ аэробика и аэродэнс. Чем отличаются они? Это как? Что еще бывает? Мы победили в номинации аэростеп, а аэродэнс отличается тем, что в степе степ есть, а в дэнсе степа нет. Либо есть лавочка, либо нет. Лавочка. Все понятно. То есть это вот, если степ, это значит, я сейчас встану, да? Это вот так, да? Ну когда вот она здесь, вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А когда ее нет, просто раз, два, три, четыре. Раз, два, три. То в сторону прыгаешь, да? Если есть степ, то прыгаешь вверх. Если нет, то в сторону. Ну я, конечно, коряво показал, но что-то общее есть, да? Нет, все правильно. Все правильно? Я еду с вами. Да, есть, в следующий раз. Возьмем. На самом деле, столько у вас наград, сколько лет вы уже занимаетесь? Ну вот считал недавно, по-моему, 17 или 16. Начинали с ритмической гимнастики, наверное, да? Нет, сразу же со спортивной робики. Диско, здоровье. Ну хотя, кстати, ритмика. Раньше, помните, по телевизору показывали, да? Ритмика у меня была, по-моему, в образовании, еще в дошкольном. Что-то было такое, да. И образование у вас спортивное или нет? Спортивное есть в том числе. То есть вы какими-то другими видами спорта занимались до этого или как? Или одновременно? Нет, я практически вот с самого первого своего тренировочного занятия, как пришел в спортивную робику, так и посвятил жизнь этому виду спорта. Почему вы пришли именно в этот вид спорта? Все-таки он не самый популярный среди мальчиков, я ошибаюсь? Или все-таки девчонок больше? Сейчас, может быть, и наоборот. Сейчас пацанов даже больше. Но вот у нас сейчас была сборная команда, у парней было две трети, я бы сказал даже. А что изменилось? Вид спорта становится более мужественный, что ли, более требовательный к физической подготовке. Это как? Добавляются какие-то новые приемы, которые требуют больше физических нагрузок? Да, да. По-моему, во время уступления вы делаете какой-то танец, при этом отжимаетесь там, да, что-то еще там, на прессах какие-то упражнения. Стало похоже, да? Да, именно так. То есть вид спорта идет в сторону увеличения зрелищности, соответственно, это более сложные элементы, более сложные движения, которые неподготовленным не выполнишь. Поэтому даже те девушки, которые у нас есть, они дадут форму некоторым парням, я бы сказал. Я видела выступление гимнастов у нас в лагере молодых девочек. Они все, что они делали, как мне казалось, скакали, кувыркались и улыбались, и вот так ручками делали. В общем, улыбаться, кстати, это обязательно, да? Улыбаться желательно, тем самым ты показываешь, что тебе легко, ты получаешь от этого безумное удовольствие. Живой болит? Нет, нет. Ты набрызгал колено свое больное вот этим вот ледокаином или чем оно там, чтобы не болело, и пошел улыбаться. Так смотрите, как нелегко, да? Так-то нам бывает на самом деле. Мы же актеры, мы выступаем на сцене, показывать, что тебе тяжело, или ты там не выспался, или что-то еще случилось нельзя. Должен излучать уверенность, радость. Люди должны смотреть на тебя и думать, какой же ты молодец. Действительно это связано как-то с актерским мастерством? Должен ли номер, который вы показываете, нести какой-то смысл? Или это просто, грубо говоря, какие-то движения, которые вы выучили? Набор движений, да. Или все-таки это прям номер? Нет, всегда есть какая-то идея, которая изначально закладывается. Выбирается музыка специально, да? Да, выбирается специально музыка. Все движения подстраиваются под это. И выражение лица, и даже состояние души. Все должно отображать то, что ты хочешь выразить. Музыка всегда какая-то одинаковая? Это какой-то один жанр? Или можно, например, под баха танцевать? Нет. Есть определенный набор критериев по ритмичности. Какой-то определенный темп должен быть, счет какой-то? Да, должен быть определенный темп. Туп-туп-туп-туп. Очень быстро все должно быть? Да, то есть быстро, порядка 160 ударов в минуту. Все, у всех одинаковый темп должен быть? Ну нет, на самом деле тоже есть определенный разбег. Можно чуть медленнее, можно чуть быстрее. Чуть медленнее, это же легче. Легче, но у тебя и оценка будет соответствующая. Опять же, там наверняка есть какие-то типа интро, то есть вступление такое медленное, то есть начинается что-то, а потом бам-бам, да? Да, ну как правило, то есть есть определенный шаблон, которому большинство все равно следует. Но когда появляется кто-то, кто этот шаблон нарушает, это всегда позволяет выделиться. И это обязательно оценят. А у вас форма спортивная, да, обязательно? Или можно там соригенальничать, там в костюме Бэтмена выйти, нет? Есть определенные требования, то есть это должна быть, это у нас обтягивающий костюм, чем-то напоминающий гидрокостюм. Ну можно сказать по форме такой же, только он естественно разукрашен, там разные цвета, под тему того, что мы выступаем. Ну и здесь определенные требования должны быть, что можно наносить на костюм, что нельзя, например. Вот вы говорили о том, что каждый раз на что-то решаясь, да, вы себе прибавляете баллов, там как-то соригенальничаете и так далее. Вы как считаете, в этот раз, что помогло вам в вашей команде победить? Чем вы соригенальничали и чем вы добили, почему вы были лучшими? Потому что все были не очень? Чемпионат мира. Мне кажется, нам помогло то, что в нашей команде было равное количество девушек и равное количество парней. Красота в симметрии? Да, то есть вот та номинация, в которой я выступал. И это позволило обыгрывать музыку, вставлять соответствующие движения. Было очень много парных взаимодействий, когда мальчик с девочкой показывают какой-то танец, может быть. В остальных командах они были либо полностью женские, либо парней там было меньше. И на мой взгляд, это было нашим преимуществом. А какой средний возраст в вашей команде? То есть до скольки лет можно выступать на чемпионатах мира, и вы считаетесь взрослой командой? Ведь по возрастам же тоже делятся они? Есть юношеские, наверное, соревнования. У нас несколько возрастных категорий. 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17 и от 18 лет, в которые я сейчас и выступаю. То есть все спортсмены... От 18 до плюс бесконечности, что ли? Да, от 18 лет. У нас даже есть спортсмены, которые сейчас еще были, которым даже за 30, и они выступают. На пенсию пойду возьмите меня. На хорошем уровне. То есть пенсии нет у аэробистов? У спортивной аэробики. Да, аэробистов. Нет, на самом деле... Можно и в 40 выступать. Да, твой возраст никого не интересует, главное, чтобы ты показывал результат. Я так понимаю, что этот спорт развивает максимальное количество мышц тоже, да? Да, я бы назвал это таким многоборием своеобразным. Здесь требуется все. Уметь нужно все. Хотите в Олимпийские игры, наверное? Конечно, хотим. Хотеть будем после рекламы. Давайте прервемся ненадолго. Переходим. У нас в гостях мастер спорта России, двукратный чемпион мира по спортивной аэробике Кирилл Куликов. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Мы с Кириллом Куликовым начали немножко обсуждать в принципе спортивную аэробику, что это есть такое. Ну, хотелось бы вернуться к соревнованиям в Португалии. Как вам, Португалий? Отличная страна, только дождливая что-то немного. Попали мы не удачи. Ну, тут мы с ней похожи. Ну, у нас уже жара. Сейчас да, сейчас уже нет. Что вам больше всего понравилось? Куда бы посоветовали сходить? Я понимаю, что у спортсменов наверняка мало времени, чтобы осмотреть достопримечательности, но что-то-то вам за... Тем не менее, да. Тем они ценнее ваши советы, потому что те, у кого мало времени гулять по городу, увидели только самое-самое яркое и ценное. Да, очень красивая страна, очень много городов в ней небольших, которые... Кстати, вы все Португалия. Португалия в каком городе вы были? Город Геморайш. Или Геморанш. По-разному можно прочесть. Типа шррррррррррррр какой-то. Ну, запомним. Да. Очень много городов, которые по меркам нашей страны небольшие, но для них они считаются такими мегаполисами. Очень узкие улочки, на которых, я не знаю, как там разъезжаются автобусы, но мы просто... Поначалу нас водитель возил, мы думали, он точно улетит куда-нибудь сейчас с горы какой-нибудь. То есть... Гористая местность там такая. Да, гористая. очень много старинных зданий, между которыми я, честно, я не знаю, как там люди проезжают на своих автомобилях, где они там паркуются. Но опять же, люди очень культурные, все говорят на английском языке, то есть без проблем можно с кем-то поговорить. Ну вот то, что мне запомнилось, зашли мы как-то в какой-то магазинчик и захотели рассчитаться по Apple Pay. То есть для продавца это было просто открытие, она такого ни разу не видела. То есть у нее уже наступил 22 век в этот момент. Да, и она такая, о, Russian guys, what you're doing? Мы показали просто верх технологий. У них только наличные в ходу. Да, то есть был вариант рассчитаться так, вариант рассчитаться картой. Натурой. Карты, да, мы рассчитались телефоном. Для нее это было неожиданно. В общем, есть на что посмотреть, безусловно. Город был старинный, порядка ему тысячи лет, по-моему. Из того, что я слышал, что этот город охраняется ЮНЕСКО, то есть там однозначно много разных памятников. Мы поднимались на канатной дороге куда-то в горы. Там все равно очень красиво, очень гористая местность, много зелени. Вид с высоты птичьего полета очень красивый. Много фото привезли. Фоточки ВКонтакте можно посмотреть у Кирилла на странице, да? Можно, да. Разрешил. Хорошо. Кирилл, как в жизни может пригодиться спортивная робика? На дискотеке там, я не знаю, что-то сделать или просто полезно для здоровья? На дискотеке пригодится. Для здоровья тоже полезно. Ну вот, основное, что мне в голову приходит, это то, что умение работать в высоком темпе, все-таки оно не проходит бесследно. То, что мы работаем под очень быструю музыку, и на жизни это сказывается, безусловно. И на выносливость, да? И на выносливости тоже сказывается. Кирилл, ну мы вами очень гордимся, и вашей командой тоже. А всегда ли, точнее, часто ли Россия побеждает на таких крупных соревнованиях? И кто наши основные конкуренты? Какие страны тоже хороши в аэробике? Ну вот, то командное золото, которое мы привезли, это не то, что золото, это первая награда с 2002 года, которую мы принесли. То есть, это не говорит о том, что Россия всегда выступала плохо. Россия всегда выступала достойно, но просто как-то так складывались обстоятельства, что мы всегда были то четвертые, то пятые, а сейчас мы стали сразу первые. Это был просто огромный успех. Да, это огромный успех, которого все очень долго ждали. Так что, в общем, есть чем гордиться на самом деле. А основные конкуренты, они такие, как во всех видах спорта сейчас, наверное. Это Китай, это вообще, в принципе, Азиат, Корея, Китай, Япония, Европейские страны, естественно, Румыния, Италия, Франция, Мексика очень хорошая сейчас в плане спортивной аэробики, Бразилия. То есть, вид спорта у нас развит на всех континентах. Так интересно, про Румынию я очень часто слышу во многих видах спорта, и думаю, вот почему-то к ним страной никто не... Когда собираетесь в Европу, никто не говорит, я хочу в Румынию. Все говорят, там, Париж, Лондон и так далее, Берлин там. Но, тем не менее, в спорте они всегда и везде. Да, да. Опять же, Дракула у них. Ну, это, наверное, единственная достопримечательность, которая на слуху, прям на слуху. Ну, или лучше мне, наверное, помолчать, и я просто не очень эрудирована в этом плане. Наверное, там много интересных вещей в Румынии. Мы вам желаем туда тоже, конечно, попасть. Кстати, кроме Португалии, какие еще планы дальше? Да. Какие следующие соревнования? К чему готовитесь? Честно, я не знаю, какие у нас следующие соревнования тренера спросить. Просто не расслабляться планы. Да, сейчас приехали, прошло совсем мало времени, надо немного вернуться к обычной жизни, потому что сейчас я ощущаю внутри себя какое-то опустошение. То есть бензинчик-то, бензинчик ушел. То есть вся энергия ушла на соревнования. Сейчас надо немного передохнуть. Но вы не расстраивайтесь, это нормально, я думаю, когда достигаешь таких высот, нужно, да, немножко времени, чтобы подзаправиться. Ну да, конечно, конечно. Нельзя сворачивать горы каждый день без перерывов. Какой ваш режим, что значит вернуться к нормальной, как вы говорите, жизни? Что вы делаете, когда нет на носу вот завтра-послезавтра соревнований каких-то? Это просто ежедневные тренировки? Восколько просыпаетесь, знаю. Занимаетесь ли вы тренерской деятельностью? Да, я параллельно работаю. С детишками или взрослыми? Да, с детишками, с детишками. Иногда и со взрослыми получается. Плюс я еще студент. Сейчас и сессия. Активно изучаю иностранный язык. Где вы учитесь сейчас и на кого? В техническом университете. Я параллельно обучаюсь на инженера в сфере электротранспорта. Это такой сейчас тонкий намек вашему тренеру, что скоро вы того, в инженерные войска. Она в этом прекрасно осведомлена. Вы собираетесь уходить из спорта? Все время, ну, на самом деле, сейчас я об этом не думал. Сейчас я просто в отпуске, в творческом, после соревнований. А сколько я тренируюсь, я столько и учился. То есть в этой сфере, помимо спорта, я уже третий год уже. То есть это не взялось из ниоткуда. Это давно у меня было, я об этом все знаю. Здорово. Гордимся вами, поздравляем еще раз. Кирилл Куликов, двукратный чемпион мира по спортивной рубрике, у нас в гостях. Но это еще не все. Да, спасибо, Кирилл. Кирилл нам обещал веселую историю напоследок рассказать из жизни. Да, есть одна такая. В детстве с аппетитом у меня было не очень. И мама меня, когда заставляла кушать, я, естественно, кушать не хотел. И котлета с лапшой, которую она мне подавала, я котлету просто закапывал в лапшу и делал вид, что я ее съел. И мама ее что, типа не находила? И мама меня хвалила. Так вот, оказывается, как можно было. А потом остатки куда девались лапши, которые вы не доедали? Лапшу убирал в холодильник, сказал, что наелся, а потом выяснялось, что там... Уже позже, когда уже... Там есть сюрприз. Какой вы экономный ребенок были, стак мяса сэкономили семьи. Кладет. Кирилл Куликов у нас гостяк был. Спасибо большое, да. И мы тоже всех благодарим слушателей за внимание. В студии Радио 54 для вас работали Толоваева Настя. Александр Часовитин. Виолетта. Всем добра и позиви... И... Позиви... Позиви, наверное, что-то хотел сказать. Такое, да, да. Есть такое, да. Позитивное лекарство. Таблетки твои. Живите интересно, друзья. Пока. Пока, да. Позитивное лекарство.